здравствуйте я психотерапевт александр данилин я пытаюсь размышлять о самых главных принципах жизни о принципах бытия души человеческой выражены конечно же в наших мыслях я тренируюсь потому что задумал тренинг искусство мысли где мы будем разбирать все эти принципы и те конечно которые не войдут в эти короткие видео очно и программы программе вебинаров следите за объявлениями на сайте серебряные нити и там мы разместим точные даты начала этой работы как очные так и вебинарные а сегодня не особенно трудно потому что я бы хотел поговорить о принципе который современный человек наверное назовет принципом непрерывной учебы а классики как стояки марк аврелий эпикет так и эпикур называли этот принцип принципом физики зачем мы учимся и почему нужно учиться всю жизнь это вроде бы очевидная мысль которая которую я в том числе пытаюсь продемонстрировать этими видео ну например я могу утверждать что наши великие писатели владимир набоков и иосиф бродский утверждали что человек который не знаком с античной культурой не может стать ни писателем ни поэтом потому что основы образов письменной речи для европейца лежат именно там а я посмею утверждать что невозможно быть психологом не зная базовых принципов античного мышления по той простой причине что основы всех психологических мыслей двадцатого и двадцать первого века зарыто там трудах стоиков платона аристотеля эпикура невозможно не понимая основу создавать что-то новое зачем человек непрерывно учиться всю жизнь да он учится затем как писал марк аврелий что разум наконец-то должен поместить себя в перспективу природы мы учимся всю жизнь для того чтобы синхронизировать себя с ходом вселенной исходом вселенского разума всеобщего ума или мудрости той мудрости которая по моему утверждению стала в эпоху философии любви к мудрости главной религией древней греции возможно она софия и до сих пор является главной религией человека религией мимо которой он проскакивает которую не хочет замечать но как выясняется без которой совершенно невозможно жить как бы не утаились от тебя какие-нибудь неблагородные человеческие наклонности главная из них мелочность злейший враг души которая предназначена вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности если человеку свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия думаешь ли ты что для такого человека много значит человеческая жизнь нет это невозможно значит такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным да менее всего это платон и здесь то о чем мы говорили упражнение смерти тесно связано с созерцанием целого целокупности с возвышением мысли переходящей от индивидуальной страстной субъективности к объективности универсальной перспективы то есть к упражнению чистой мысли мы можем изучать всю жизнь самые разные направления универсальной перспективы направления универсального разума историю физику химию биологию теорию эволюции в сущности с точки зрения Платона с точки зрения любви к мудрости это абсолютно не важно самое главное что смысл этих усилий направлен к постижению нами некой целокупности и вне этой целокупности этого этого целого или размышлений о неком великом и всеобщем целом не может быть никакой учебы по-моему Жюль Мишле однажды воскликнул если ты хочешь быть уникальным человеком необычным человеком или не таким как все ты не можешь не быть человеком универсальным только стремление к универсальному мышлению к универсальной мудрости оно дает возможность тебе быть уникальным потому что иначе ты слишком мелок мелочен а не уникален ты не можешь быть уникальным в мелочности как сказано в Библии в суете ты можешь быть уникальным только в своем понимании универсального целого и стремлении своем постичь это универсальное целое ты можешь увековечить себя только себя превосходя и это одна из сторон мемента море вот этой самой непрерывной мысли о смерти что такое построить скульптуру самого себя отбросить все мелкое суетное отбросить страхи абстракции это нет единственный способ избавиться от тревоги говорили мы совсем недавно это задуматься о вечном или прикоснуться к вечному прикоснуться к мудрости в любой из бесконечных областей знаний которые предлагает человечество сегодня страхи страхи души разбегаются когда раступаются стены мира когда я вижу вход когда я вижу ход вещей в бесконечном пространстве все это бесконечный восторг поселяет в меня и священный ужас ужас когда сознаю что бесконечную силой твоей открылась вся природа везде и доступную сделалась мысли это лукреции знаменитого трактата о природе вещей лишать выбрать что же мы сделать что же мы можем изменить в этом мире а чего изменить не можем можно только двумя способами сверху и снизу если хотите методом эпиктета вы простите методом эпикура возвышаясь над природой восходя к обобщению что это такое и методом марка авреля это мне ничего не дало методом нижней так неинтересно которая все равно окажется помещением событий и бед человеческих одну секунду систему мыслей но об этом наверное в следующий раз неизвест неизвестен неизвестен неизвестен